Что, ребята, новая 13 серия, сериал шел за несколько Майнкрафтов, второй сезон, к сожалению, не вышло по времени. Да, ребят, извиняюсь за то, за мой косяк, просто у меня не особо много времени, как я сказал, но я буду выпускать серии, серии, которые были должны выйти еще перед Новым годом, выйдут сейчас. Так что, ребята, поймите и простите, сегодня я приготовил вам 15-13 серию о школах заново, школьника Майнкрафта. Ну что, приятного просмотра, а мы начинаем. Ну что, Димон, готов сегодня о школах? Ну да, дерзкий, слушай, дерзкий, что ты там придумал, а? Да, ничего, кстати, дерзкий всего тебе. Да я не за что, Димон. Ты что, думал, что я придам своего другу? Нет. Короче, Димон, наша задача, так сказать, такая. Я, кстати, в ситуации с Полинкой все порешаю. Почти все порешал, но... Сейчас еще не дорешал, но... Дорешат. Дорешу все. Так что, Димон, не парься. Все нормально будет. Осталось... Кстати, этих уже наказали, они там на колонию детскую там будут. Да. А мы будем кайфовать. Только осталось Новый год хорошо встретить, да? Да. Только, блин, я не хочу без Полины. Я не знаю, что делать буду. Да ладно, Димон, не парься. Я все порешаю. Знаю, что твой лучший друг дерзкий поможет всегда во всем. Не то, что там твоя мамка с каким-то твоим братом уебланом и твоим отцом. Они ни хрена не помогают. Мы их поставим на место тоже. Так что, Димон, не парься. Ладно, дерзкий. Спасибо. А нет, что, пошли на уроки. Про это со мной никто не хочет разговаривать. Димон, я сделаю все, чтобы с тобой все разговаривали. Потому что ты здесь не виноват. Ты не рассылал эти фотки. Я понял, кто ты рассылал. Это кто-то сгонал твой аккаунт и начал тут рассылать эти фотки. Не парься, Димон, я все порешаю. Ладно, пошли на урок, а то и опоздаем. Ну, пошли. О, пришел, дебил. Так, Санек. Успокойся. Во-первых, успокойся, Санек. Второе. Хватит уже Димона обсирать. Он вообще тут не виноват ни в чем. Ага, он рассылал своей любимой девушке. Даже из-за того, что его бати перевел в другую школу. Значит так, ты уже достал. Рот закрыл свой. И слушайте все, меня. Слышишь, ты, рыжий. Ты что, на сторону Димы? Не, а если ты на сторону Димы, то я тебя так же тащу. Слушай ты сюда, Санек. Если ты тащишь, то я могу отметочки дать. У меня сил больше, я тебя выше. Ха, а ты что сделаешь? А что, у меня паспорт есть, в конце концов. У тебя есть сколько тебе лет? Тринадцать. А мне шестнадцать. Так что, помалкивай. Давай, еще раз хочу сказать. Димон тут не виноват. А кто виноват? Димон, скажи. Это правда. Я не виноват. Я не рассылал вообще эти, типа фотографии, там, про банки, видео. Я не рассылал, блин. Это какой-то... Это кто-то взломал мой аккаунт и рассылал. А я взломал, это мой брат. Чего? Брат? Какой еще брат нафиг? А теперь послушайте все. У Димона, Димона, мама, мама Димона, нашла себе нового мужа, который сбежал, видимо, из тюряги. И вот у этого мужа, у этого батья, который из тюряги сбежал, есть сын, который брат Димона. Который участвовал в команде гопников. А их гопников мы уже наказали. Скажите спасибо Димону. Да ладно, Димон наказал гопников. Это все он под строго. Да ладно, не верю. А что с ними дальше? А их дальше в колонию. Их все. Будут. Все, их больше никто не выжидит. Будут, побудут там 5 лет на домашнем аресте, а потом их дальше воспитывать родители будут. Так что, успокойтесь всех, не гоните на Димона. Димон, тут ничего не давать. Давайте просто все вместе отпрасываем, хорошо, Новый год. Димон, так это что, ты реально не... Не рассылал мне ни фото. Нет, я не рассылал те фото. Это все мой брат. Брат? Сорян, Димон. Ну, ладно, нормально все. Значит так. Ха, да я не верю в эту чушь. Дерзкие специально так говорят, что, типа, мы поверили и простили Димона. Ты уже достал. Я тебе все сказал уже. Все сказал про Димона. Закрой свой жральник. И успокойся. Кристо ради. Просто успокойся. А че ты такой спокойный? Че ты со мной так... Не... Я че... А интересно, а почему ты такой сегодня спокойный, дерзкий? Че ты на меня не обсираешь? Не говоришь? Матами не посылаешь? А потому что я уже понял, что лучше не... Я добрый человек. Ну, если меня разозлить, я буду злым человеком. Значит так. Все спокойно извинились перед Димоном. Я не буду извиняться. Ты будешь извиняться перед Димоном. Понял? Из-за твоей драки на стадионе школьном. В первой четверти. Помнишь? Допустим, помню и что. Он тут виноват. Он сам виноват. Успокойся. Я тебе говорю только одно. Успокойся и хватит уже обсирать Димона. Оставь его в покое. Димон, нормально все будет. Так. Ну. Вообще, я верю дерзкому. Чего, Орех? Как ты можешь верить? А потому что ты уже всех уже достаешь. Чего? Я достаю? Ты уже всех обсираешь. Да. А ты еще поддакиваешь Светлане Игоревне. Который сольфеджи у нас этот сраный ведет. Да. Который заменили музыку эту ебаную. Я ненавижу сольфеджи. Согласен. Сольфеджи говно. Слушай. Сольфеджи топ. Ну да. Для подлиц, которые лижут задницу Светлане Игоревне. Для них всегда топ. Да, Герман? С тобой никто не общаться не будет. Не Димон изгость его класса. А ты, Герман. С тобой никто не общаться. Вот поднимите руки, кто дружит с Германом. Никто не поднял. Все. Никто не дружит. Герман, ты изгой? Э, в смысле? В карамысли. Я тебе все сказал. Димон. Ты понял меня. Да, ты. Ты поможешь мне. Так, все. Пошли. Значит так. Че здесь все стоим? Рассаживайтесь все уже по своим местам. Свонок для учеников, естественно же. Ой, сорян, Лев Анатольевич. Садимся уже. Так, дерзкий. Садись уже. Да все, все. Значит так. Как все поняли, наш заключительный урок. Значит так. Завтра мы приходим все в костюмах. Празднуем наш утренник. Ну, конечно. Дмитрий. Мне хочется узнать все-таки. Подойдите ко мне и расскажите еще о своей ситуации. Просто мне сегодня дерзкий утром сегодня подходил и говорил о какой-то у вас проблеме. Подойдите, я хочу услышать от вас это. Мы даже можем отойти за дверь. Если хотите. Ну, хорошо. Не парься. Я все порешал. Так, Дмитрий. Мне сегодня дерзкий утром приходил и рассказывал о твоей проблеме. Что у тебя случилось? Да блин, у меня просто мама завела себе нового мужа. А у этого мужа есть сын, который бандит. И он, короче, меня подставляет и еще подставил меня с фотками порнографичными. Так, то есть это вы не выросли, али? Полинец. Вот эти фотки, видео. Нет, это не я. Понятно. Так, это ваш брат, да? Да, это мой брат. И мама виновата. Я сейчас у Дерского живу. У меня проблема такая, ситуация сложная. Из-за них еще Полина ушла. Так, ну, мы порешаем то, что с принятым отцом. Мы поговорим, все, будет все хорошо. Так, если что, учитель, если что, помни, я дерзкий, всегда рядом. Так вы как дерзкий говорите? Потому что я понимаю, школа всегда может помочь вам. Потому что учителя это... Ну что? Я, как второй папа. Да ладно. Да? А учитель, если для вас, вторая мама. Ясно. Так что. Так что все. Я понял вашу проблему. Пошли на урок. Хорошо. Короче, Димон. Димон, я хочу тебе кое-что сказать. Знаешь что? Постаренно за то, что я на тебя накнул. Да ладно, Саша, ничего страшного. Да понимаешь, я просто... Я думал, что это ты просто присылал эти фото по линии. А я понял, что ты такое не присылал бы. Да. Я понял. Ну, хоть я смотрю это видео с банкой, но я смотрю только с вами раз. И с дерзким. Что бы посмеяться. А по линии я не показываю эти видео. Потому что я знаю, что если бы она увидела это видео, то она бы в водмарок упала. Ясно все. Короче, сорян. Видишь, Димон, как можно... Ладно, Димон, я пошел домой. Завтра встретимся в школе. Хорошо. Ну, увидишь, Димон, как все закончилось хорошо. Так, короче, ты сейчас домой? Да нет, я там еще погуляю чуть-чуть по улице. Ну, хорошо. Если что, я рядом. Если что, когда придешь домой... Я просто хочу сейчас еще с Ромой и Орехом в столовую сходить. Ну, хорошо, сходи в столовую. А когда приедешь домой ко мне, и тебя будет ждать сюрприз. Хорошо. Так что, пока. Я пошел. Здесь сюрприза. Хорошо. Так, так, так. О, Димон, ты уже вернулся? Отлично. А у меня, так как раз, для тебя сюрприз есть. Ээээ... Какой? Короче. Все нормально в школе, да? Ну, нормально все. Нормально, да, егло, да? Все хорошо. Да, спасибо тебе, дерзкий. Да, пожалуйста. Ну, это еще не все. Димон, привет. Полин? Полина? Да, Димон. Это есть тот самый сюрприз, который, собственно, я тебе и говорил. Собственно, я поговорил насчет этого, ну, в совместности с Львом Анатольевичем, с отцом Полиной, чтобы, кстати, ее вернуть обратно. Ну, и, собственно, отец Полин согласился, но он сказал, если ты, он увидит, что ты с ней общаешься, что у нее будут плохие, большие проблемы. Так что, Димон, будь осторожен, если что. Хорошо. Короче, мы будем с Полиной общаться. Ну, типа, тайком от отца Полина. Ну, короче, Димон, собственно, вот так вот. Говорил, что я, так сказать, и решил твои проблемы. Говорил. Вот и решил, Димон. Наслаждайся кайфом. Кстати, завтра остался, как разный год, и все. Так что, Димон, пожалуйста, теперь можешь быть счастлив у тебя теперь. Вернулась девочка. Так что, проведи хорошо с ней время. Ну, и... Так сказать, и больше, так сказать, не делать такие ситуации. Хорошо? Хорошо. Ну, потом, если с отцом Полиной поговорю насчет Цубы, типа, понял, что ты, типа, хороший. Ну, пока что тебя, Полина с тобой общается, тебя любит. Так что, так сказать, будь счастлив. И, так сказать, завтра мы будем, кстати, в разный субъект Новый год за новогодние дни, завтра, и все. Димон, отлично будет все. И все. Так что, Димон, пожалуйста, для тебя старался. Спасибо тебе, дерзкий. Да не за что. Ладно, Димон, мне пора. Я... Ты пока проведи с ней поле время. Хорошо. И все. Так сказать, я пошел. Ну что, ребятки, собственно, вот уже все хорошо. Ну и наши, кстати, школьники возьмутся за учебу. Так что, ребят, всем всего хорошего. Всем пока. Чтите 400 серию. Новогоднюю.